Привет, меня зовут Настя, я правозащитница из команды Human Constant. Сегодня я вам расскажу немного информации по теме экстремизма, о том, какие самые популярные запросы приходят по этой теме. Надеюсь, что после просмотра этого видео вы сможете отличать экстремистские материалы от экстремистских формирований и понимать, за какие посты и подписки вас ждет уголовная ответственность, а за какие административные. Итак, поехали. В 2007 году в Белоруссии закон о противодействии экстремизму. В 2008 году признаются первые материалы экстремистскими судами. В 2014 году список таких материалов публикуются на сайте Министерства информации. Экстремистские материалы — это могут быть ссылки на сайты, на социальные сети, значки, вымпелы, какие-то отдельные марки, даже изображения и даже словесные словосочетания. Почему это касается всех нас? Если мы будем публиковать что-то, что находится в списке экстремистских материалов, либо хранить какие-то фото с отдельными логотипами, или другие какие-то вещи, то за это у нас может быть административная ответственность по статье 19.11 Кодекса административных правонарушений. И там есть ответственность до 15 суток. Поэтому очень советую ознакомиться с этим списком. Мы оставим ссылку на него в описании к видео. Часто спрашивают, если раньше постили какие-то материалы в своих социальных сетях, ссылки на сайты, и сейчас их признали экстремистскими. Будет ли за это ответственность? К сожалению, на практике ответ «да». За ранее опубликованные ссылки тоже привлекают к ответственности, потому что считают, что прямо сейчас они доступны, и таким образом вы как будто бы их распространяете. Советую в этом случае пересмотреть ваши публикации, удалить или скрыть посты ссылками на такие сайты. Если взять какой-то текст сайта или социальной сети, признанный экстремистским, и без ссылки его скопировать или кому-то показать, то будет ли за это административная ответственность? Ответ «нет, не будет». То же самое мы говорим и про подписку на такие телеграм-каналы. Но на практике, если сотрудники находят у вас в телефоне подписку на такие каналы, то они вас смогут привлекать к ответственности по другим надуманным основаниям. Поэтому лучше в целях вашей безопасности просто иногда заходить и читать такие каналы, если вам очень важна эта информация. Еще есть отдельная ответственность, предусмотренная за создание экстремистского контента. Если вы пересылаете какие-то материалы к каналам, признанные экстремистскими, и не их публикуют, то теоретически за это тоже может наступать административная ответственность. Но это надо доказать. Поэтому перед тем, как отправлять ваши материалы, просто проверьте, что на них не сохраняются данные с вашего телефона, геолокации и другая информация, которая может помочь вас вычислить. Что такое экстремистские формирования? Это нововведение в наше законодательство. Сейчас МВД и КГБ по своим надуманным решениям могут носить в список любые группы граждан, официально не зарегистрированные нигде. На начало ноября 2021 года в этом списке уже 11 пунктов. И туда входят как небольшие чаты на 4 человека, так и большие независимые каналы или телевидения, на которые многие люди подписаны. Как это касается лично нас? К сожалению, в этом году были изменены в Уголовный кодекс, и сейчас за участие в экстремистских формированиях предусмотрена также уголовная ответственность по статье 361 Прим. И за это может быть уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы. Поэтому очень важно понимать, подписаны вы на такие каналы или нет, потому что Губобик обещает, что за это тоже будут привлекать к уголовной ответственности. Мы оставим в описании также ссылку и советуем знакомиться со списком того, что признано экстремистскими формированиями. Пока практики за участие и привлечения нет, но в любом момент она может, к сожалению, появиться. Все эти нормы и практика сильно нарушают права человека. Если вы столкнулись с преследованием в рамках антикстремистского законодательства, вы можете обратиться за бесплатной юридической помощью в Legal Hub, а по вопросам информационной безопасности, например, как настроить свой телеграм, в Кибербобер. Ссылки на них мы оставим также в описании к этому видео. Спасибо всем и берегите себя.